Потерял много объектов бизнеса, которые просто мною не контролируются никак сейчас. Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин. Здравствуйте, друзья! На телеканале Дом, а для тех, кто не в курсе, я поясню, что это телеканал для Донбасса, который недавно открыли, он вещает на подконтрольной территории, вышло интервью донецкого бизнесмена Сергея Хановича, который рассказал о том, как группировка ДНР захватила его бизнес в Донецке, а также частный дом, в котором он сам проживал. Сергей Ханович владел до войны популярным донецким клубом «Ливерпуль». Я думаю, этот клуб хорошо известен всем дончанам, он находился в самом центре города. Рядом еще был такой памятник «Битлз», где тоже все фотографировались, и такая красная телефонная будка, как в Лондоне. И летом 2014 года, когда в Донецке наступила Народная Республика, этот ночной клуб был сразу же захвачен представителем ополчения, которые, как и подобает истинным сторонникам русского мира, сразу же организовали там подвал, пыточную, держали там своих заложников и пленников. Вот это интервью Сергея Хановича, думаю, в первую очередь будет очень интересно посмотреть таким же бизнесменам из Одессы, Харькова, Запорожья, Мариуполя и других городов юга и востока Украины, где предпринимались также попытки захвата местных администраций и провозглашения каких-то народных республик и тому подобных образований. Просто для понимания, что было бы там с людьми, если бы там тоже победили защитники русскоязычного населения и сторонники Новороссии. Ну если брать крупное, вот такой значимый объект в Донецке, это большой был комплекс Ливерпуль, который был захвачен сразу же в тот же день, когда захватили Донецк вышедшие славянские ополченцы. Вот, это был 14-й год, начало июля. Помимо бизнеса у Сергея Хановича в Донецке отобрали еще и его личный особняк, который находился на улице Соловьяненко. Это был дорогой и богатый дом, в котором теперь живет не кто-нибудь, а целый глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. То есть еще 6 лет назад Пушилин был просто мелким макеевским жуликом, который вовлекал в финансовую пирамиду МММ доверчивых дончан, и там их потом кидали. В начале 2014 года Пушилин даже мечтать не мог о таком доме, в котором он сейчас живет. И это на самом деле самая яркая и наглядная иллюстрация того, зачем организаторам ДНР было все это нужно. Это мой частный дом на улице Соловьяненко, 10-12, в районе парка Щербакова. Там сегодня живет Пушилин, я вот сейчас смотрел, уже немножко видно у них появился ум. До этого жена его выкладывала в инстаграм фотографии из моей спальни. Просто для понимания. Сергей Ханович это не какой-то украинский националист или приезжий из Галичины. Это русскоязычный дончанин, который до войны вполне поддерживал партию регионов. Словом, был самым обычным донецким бизнесменом. Но когда Донецк захватили защитники русскоязычного населения и борцы с фашизмом, то первым делом они пришли к Хановичу. И таким как Хановича стали грабить, отжимать их имущество, забирать их дома, забирать их бизнес. То есть в этом собственно и заключалась вся защита русскоязычного населения. Под лозунгом борьбы с фашизмом стали в первую очередь грабить и унижать обычных коренных дончан. Приехали вооруженные люди на нескольких машинах с БТРом. Сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними и убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, ну все равно, все, значит этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин. И вещи наши куда-то вывезли, мы даже не знаем. Охрана просила хотя бы вещи, хоть там скажите, куда ли, дайте мы вывезем. Вещи, фотографии, то, что им вообще не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов позбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго. Надо отдать должное Пушилину, он выбрал себе для проживания весьма комфортный дом. До войны его бы в такой дом не пустили бы даже подметать полы. Вот что рассказывает о своем особняке сам хозяин. Дом очень большой, больше полутора тысяч метров. Потому что я рассчитывал, что будут со мной жить и дети, и родители, с большим зимним садом, с отдельным бассейном, с джакузи, с несколькими там, со спортзалом. Ну все, что с дизелями всякими, с гаражами, с заправочными станциями. Ну что еще вам сказать. Все, что можно было придумать, там было все. Вот это и есть ответ на вопрос, ради чего на самом деле воюют люди, которые называют себя то ли ополченцами, то ли народной милицией, ЛДНР. Они могут быть, конечно, уверены, что они воюют и умирают за праведные идеи, но по факту, по факту, они воюют и умирают за то, чтобы вот такое вот отребье, всевозможные поселковые гопники, МММщики, городские сумасшедшие, просто могли захватить чужое имущество, вселиться в чужие дома и наслаждаться жизнью. Знаете, российская пропаганда, она очень любит такой тезис, что война на Донбассе идет, потому что она выгодна украинским властям и украинским олигархам, которые на ней зарабатывают. Но все украинские олигархи, включая, кстати, того же Порошенко, которого особенно много в этом обвиняли, они были олигархами до войны, стали олигархами без войны, и если бы войны не было, они бы все равно остались олигархами и никуда бы не делись. А вот Денис Пушилин и тому подобное отребье без войны никогда бы таких домов не имело и никогда бы не смогло себе позволить жизнь в таких особняках и пользоваться такими предметами, аксессуарами, которые они сейчас пользуются. Они захватили чужое. Денис Пушилин не так давно, меня лично и Сергея Гармаша, который также является представителем Донецка в трехсторонней контактной группе по Донбассу, называл негодяями. Это откровенные негодяи, предатели. Знаете, я, может быть, не самый праведный человек на свете, безусловно, но во всяком случае я живу в своей квартире. Я не захватил чужой дом, я не вселился в чужое жилище, я не копался в чужих вещах, не присваивал себе чужие трусы, какую-то одежду и так далее. А Денис Пушилин все это сделал. И когда он называет нас негодяями, это эмоции, он не может это ничем подкрепить. Мы нигде не нарушили закон, закон Украины, гражданами которой мы являемся. А когда я говорю, что Денис Пушилин это мародер, мошенник и вор, каждое мое слово подкреплено конкретными свидетельствами и конкретными фактами, которые оспорить невозможно. Потому что Денис Пушилин это реально мародер, реально вор и реальный мошенник. И у кого из нас больше прав говорить от имени Донецка или отдельных районов? У меня, человека, который не забрал ничей дом, ничье нижнее белье себе не присвоил. Или у Дениса Пушилина, который это сделал. Обязательно поделитесь этим видео, это очень важно, потому что как можно больше людей должно знать правду о том, что там происходит. Вот они все время прикрываются какими-то высокими целями про защиту русскоязычного населения, борьбу с фашизмом. Вот ради чего это все. Покажите это видео, пусть его видят, во-первых, бизнесмены, такие же, как Сергей Ханович в других городах. Но самое главное, пусть его видят и простые люди, потому что и простые люди тоже попадут под каток, если, не дай бог, в их городах когда-то появятся вот такие вот профессиональные новоросы. Потому что какой-нибудь Денис Пушилин потом заселится опять в чей-то чужой отжатый особняк, а люди, которые будут там это поддерживать, выходить на митинг, они в итоге будут работать за 7 тысяч рублей на каких-нибудь заводах, оставшихся в живых, где им эту зарплату будут платить раз в 4 месяца. Именно так это сегодня происходит в Вордло. Поделитесь этим видео, обязательно подпишитесь на канал, а если вы считаете, что я делаю полезное и правильное дело, вы всегда можете поддержать этот канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.